Добро пожаловать! Спасибо, что пришли. Сегодня мы будем говорить о Universal Windows Platform или о универсальных приложениях для Windows 10. Мой план — 40 минут, и если будут потом вопросы, то мы вопросы переместим в оставшиеся 10 минут. Договорились? И я очень хочу, чтобы были вопросы. Начинаю я с очень такой… Все на этом компьютере может сломаться. Почему? Потому что это новый компьютер, на нем превью-версия Windows 10, использую из… Кто знает, что такое Fast Circle, то есть это 10-130 билд, который самый нестабильный на текущий момент. У меня Visual Studio Release Candidate. Что еще здесь у меня? Превью-версия PowerPoint 2016. Поэтому все может сломаться, и заранее прошу прощения. С другой стороны, я хочу все это упомянуть для того, чтобы сказать, что это также преимущество той новой политики с разработчиками, которую Microsoft сейчас нам предоставляет, такую замечательную возможность использовать то, что называется Developer Preview Builds. То, что было, в принципе, невозможно несколько лет назад. Сейчас, если вы Windows Insider, вы можете получить доступ, в общем-то, к совершенно нестабильным, но очень-очень новым билдам Windows 10, к тулсам, инструментам и попробовать, что же это такое. И одновременно с этим мы как бы можем убедиться преимущества и недостатки открытости нового Microsoft, как бы новые политики Microsoft заключаются в том, что Microsoft дает нам попробовать новые технологии, и при этом говорит, ребята, это действительно Developer Preview. Поэтому не используйте это на ваших продакшн-системах и пробуйте, экспериментируйте, и давайте нам как можно больше фидбэк. Платформа запускается скоро. Как вы знаете, официальное сообщение было, что платформа запускается в июле. И у нас как раз очень интересная возможность попробовать начать создавать приложение для Windows 10. Следующий слайд, который я хочу показать, вы, наверное, видели его уже миллион раз. И если вы смотрели презентации с Build, если вы смотрели с DevCon, Рома показывал два доклада назад. Что такое Windows 10? Мы, наконец, имеем единую платформу, которая покрывает, в общем-то, совершенно все. Покрывает все устройства, все существующие Internet of Things, Tablets, Phablets, Phones и много-много другое. Вот переключения у нас такие, мигания экрана интересные. Ну а также для нас, для разработчиков, это одна единая универсальная платформа разработки, где мы можем создавать один единый билд и перенаправлять его или использовать его на всех реинкарнациях нашей новой платформы, которая у нас существует. Скорее всего, этот слайд вы тоже видели много раз. Я опять хочу показать его и начать с него, потому что, смотрите, если на уровне платформы 8 мы начинаем стабилизировать application model, мы начинаем стабилизировать уровень операционной системы, то не даром Windows 10, если кто-нибудь знает внутреннее имя, название Windows 10, которое используется, кодовое название, кто знает в Microsoft? Кому? Внутреннее название TreeShield. Порог, с которого как бы происходит полное слияние ядра. Унифицированное ядро как платформы и унифицированное ядро для разработчиков. И начиная с этого момента, что бы вы ни создавали, вы находитесь в единой операционной системе, вы работаете с единой application platform, мы используем единый developer center, то есть вы как разработчик, когда вы публикуете свои приложения, вам нет необходимости больше иметь доступ к Windows Development Portal, Windows Phone Development Portal, то есть у нас все как бы едино. И, естественно, когда мы говорим о единости, как же мы, как разработчики, должны подходить к этому, как нам разрабатывать наше приложение, начиная с 10-й версии операционной системы. И очень-очень важно понимать, что мы сейчас находимся на уровне, то, что называется Windows Core. Windows Core, которая будет использоваться через абсолютно все аппаратные версии платформы. И изменилась драйверная модель, изменилась I.O. И все это сделано с тем, чтобы мы могли находиться в унифицированной среде. Как же нам быть, если мы смотрим такое разнообразие? На таком разнообразии мы видим, что каждая версия или каждая вилка, аппаратная вилка платформы, которую мы видим на фиолетовом уровне, Desktop, Mobile, Xbox, Internet of Things, голографическая платформа, она, естественно, подразумевает под собой целую ветку устройств. Потому что если мы возьмем только мобильную платформу, у нас она может накрываться от мини-таблетс, фаблетс, фоунс. И каждая платформа в своей собственной ветке, она как бы использует базу ядра и настраивает над этой базой свои собственные дополнительные фичи. Каким образом мы, как разработчики, будем или уже сейчас имеем возможность разрабатывать платформу, естественно, начиная с инструментов разработчиков? Ну, в общем, ни для кого не секрет, что Visual Studio, она, в общем-то, никуда не девается и остается основным подходом для разработки приложений. Но если вы пробуете уже на сегодняшний день Release Candidate Visual Studio 2015, то вы, скорее всего, обратили внимание на очень интересные вещи. Если Visual Studio 2013 у нас сколько версий было? Express, Express Web, Express Desktop. В общем, я не знаю, порядка, скорее всего, 10, даже больше версий Visual Studio 2013 было. Если вы находитесь на уровне Pro или на уровне Enterprise или на уровне Ultimate, то, в общем-то, там, конечно, эти версии Visual Studio совмещаются в единое ядро, но, тем не менее, очень большое количество версий Visual Studio. Начиная с Visual Studio 2015 у нас есть единая среда, в которой мы покрываем абсолютно все существующие типы проектов, начиная от Web, Mobile, Desktop, Internet of Things и, в общем-то, все-все-все совмещается, совмещая в себя абсолютно все версии платформ, разработок и так далее. Кто уже пробует Visual Studio 2015? Ну, здорово, на самом деле, что уже кто-то пробует. И сейчас мы находимся на уровне Release Candidate, то есть вы можете абсолютно спокойно попробовать. И еще очень интересная особенность Visual Studio 2015, что кто пробовал Blend в своих предыдущих разработках? Ну, отлично, ползала его. Всегда Blend был достаточно отдельным таким продуктом. Начиная с этой версии Visual Studio, Blend использует Visual Studio Shell. То есть он полностью переписан с нуля, и он запускается как отдельный процесс, но, тем не менее, полностью используется оболочка Visual Studio. Что это нам дает? Это нам дает то, что мы абсолютно полностью интегрированы на уровне кода. Мы можем делать даже отладку на уровне XAML, IntelliSense и много-много тех вещей, к которым мы привыкли, работая нормально в Visual Studio проектах. Мы можем все их точно так же использовать в Blend. И почему я делаю особенность, как бы, остановку на Blend? Потому что роль Blend увеличивается в связи с тем, что мы говорим о универсальной платформе, где адаптивность пользователя интерфейса играет очень большую роль. И Blend во многих случаях именно разработчикам начинает облегчать жизнь. Если до этого Blend более как бы дизайн-инструмент для дизайнеров, то те особенности, которые мы увидим сейчас в Blend, они могут использоваться разработчиками. Для всех будет всегда открыта Community Edition Visual Studio 2015. То есть всего у нас три версии Visual Studio будет. Community Edition. В принципе, практически никаких ограничений. Единственное лицензионное ограничение. Вы можете использовать ее в любом проекте, но существуют ограничения, какой размер компании и оборота у вас существует. Ну и дальше мы, в общем, прогрессируем. Самая высокая версия будет теперь Enterprise с релиз-менеджменты разными всякими интересными возможностями. Но, тем не менее, Community Edition может пробовать кто угодно бесплатно. Всегда, если вы занимаетесь разработкой под Windows Phone. Кто занимался разработкой под Windows Phone? Согласитесь, достаточно большая мука была включать режим разработчика на телефоне. Вам нужно было через Developer Account все это делать. Ситуация меняется. У нас теперь и для мобильной версии платформы, и для десктопной версии платформы у нас специальный режим Developer Mode, который вы можете включать и переводить вашу систему в режим разработки. И следующий шаг, где вы можете заниматься разработкой. Конечно, самый идеальный вариант, если у вас Windows 10, тогда вы можете локально отлаживать все и практически стопроцентно быть уверенными, то если вы отклаживаете на этой машине, то на мобильной версии у вас почти все будет работать. Но, тем не менее, если вы по каким-то причинам не можете вашу текущую систему переключить на Windows 10, то вы можете использовать 8.1 или 2012 сервер. Вы можете делать практически все. Единственное, с отладкой вы можете заниматься только remote debugging. Это как бы такое преамбула. Теперь начинается амбула. Давайте теперь поговорим непосредственно о том, что нам как разработчикам доступно. Что такое универсальная платформа? Универсальная платформа означает, что у нас единый уровень программных интерфейсов, или то, что называется APIs, он гарантирован по всем представителям аппаратной группы. Если вы используете только универсальные программные интерфейсы, у вас гарантированно контракт, что вы можете это приложение поместить как на мобильную версию операционной системы, так и на Internet of Things версию операционной системы, на Xbox, на HoloLens и на все будущие представители операционной системы, которые появятся в будущем. Это на самом деле очень здорово. Ребята, которые занимались разработкой до Windows 10, начинают думать, а это значит, что мне опять переучивать полностью все, как бы новый уровень программных интерфейсов. Это не так. На самом деле универсальный Universal Windows Platform, как уровень программных интерфейсов, это, в общем-то, WinRT, то, что если вы начали создавать универсальные предложения под Windows 8.1, в принципе, само ядро, оно становится еще более унифицированным, практически полностью сохраняется. Так что, начиная с 10-й версии, вы не ориентируетесь на Windows 10. Версии больше нет. Вы ориентируетесь на универсальную платформу, Universal Windows Platform. Потому что, если вы обратили внимание, если вы интересуетесь прогрессом, который каким образом будет развиваться Windows 10 как платформа, наверняка вы слышали такую фразу. Windows 10 – это последняя версия Windows. Кто-нибудь слышал такую фразу? Звучит, на самом деле, очень депрессивно, правда? Окей, у нас есть партизаны в зале. На самом деле, что означает, что это последняя версия Windows? Это означает, что, начиная с этой версии, нет необходимости делать то, что называется Colossal Monolithic Releases, то есть большого размера монолитные релизы и, например, ждать, когда следующий сервис пак появится и так далее. Платформа построена таким образом, что мы можем чуть ли не ежедневно получать модификации платформы и модификации уровней программных интерфейсов, которые нам становятся доступны. И теперь, когда мы указываем цель, целевой, в общем, target для нашего билда, мы имеем возможность указать, как минимальную версию платформы, на которую мы ориентируемся, универсальную платформу. Так мы можем указать то, что называется range, то, что называется диапазон версии. Потому что если мы, например, сейчас ориентируемся на эту версию, мы гарантированно знаем, что на этой версии у нас будет работать, но мы также знаем, что в течение следующих двух месяцев Microsoft выпустит еще, в общем, 28 дополнительных апдейтов для платформы. Там, где, например, те баги, которые мы, к сожалению, должны сделать сейчас в workaround, те баги будут уже исправлены, и мы будем уже имеем возможность пользоваться измененными программными интерфейсами. И возможность указывать диапазоны на самом деле открывает очень интересные возможности для нас. Я вам покажу дальше, каким образом мы можем динамично определять, где же мы в какой среде находимся, и в зависимости от этого делать приложение. Еще раз очень важно понимать, что Windows 10, начиная с официального релиза, она будет очень часто постоянно обновляться, вне зависимости от аппаратных версий платформы. Дальше вы наверняка слышали такое выражение, как single binary, что начиная с Windows 10 мы ориентируемся на единое, если мы буквально переведем на русский язык, что означает для нас? Это, в общем, единый двоичный код. Естественно, это не так. Скорее всего, термин было бы гораздо более справедливо использовать единый Visual Studio проект, который не является так называемым многоголовым, а вы компилируете его, и когда вы делаете submission to the store, вы всегда отправляете один и тот же пакет, который покрывает все существующие платформы. И уже непосредственно store будет делать, если необходимо, уникальную компиляцию в различные версии аппаратной платформы, если это необходимо. Давайте покажем небольшую демонстрацию. И насколько это так? Как будет выглядеть сейчас структура Visual Studio проекта? Если кто занимался универсальной разработкой под Windows 8? Ну, по крайней мере, два человека. Отлично. Три с половиной, четыре. Волнами доходит. Что такое универсальный проект от Windows 8 для аппарата, для Windows 8? Это означает, что, в общем-то, это на самом деле в одном solution у нас есть кусочек shared project и, в общем-то, два ядра или две головы для Windows 8, для Windows Phone и так далее, и так далее. Начиная с Windows 10, у нас действительно один единый проект. И то, что я сейчас вам покажу, по-английски don't freak out, потому что я сейчас не собираюсь запускать Visual Studio, а я сейчас запущу blend. Как правило, когда программисты, проведшие много лет в .NET, слышат слово blend, у них начинается такая загадочная реакция, потому что это значит, что им нужно использовать визуальные инструменты. Сейчас мы переключим наше дисплей. К сожалению, нам нужно переключаться из-за видеооборудования с единого дисплея на Extended Display. Так, вроде мы видим. И вот теперь обратите внимание, вот это вот новый blend. Выглядит как Visual Studio. Единственное отличие по умолчанию, у нас вся панель находится слева. Но, тем не менее, все остальное это Visual Studio ядро для бленда. И мы можем здесь использовать этот самый стандартный по умолчанию проект. Мы можем непосредственно здесь использовать, мы можем здесь код писать с IntelliSense, мы можем переключаться в дизайнер, если мы хотим. Дизайнер в бленде специально очень хорошая вещь, потому что он позволяет делать всякие такие замечательные экспериментальные проекты. Например, blend всегда славился тем, что мы можем создавать так называемые как бы тестовые fake data. То есть используют различные источники данных. Если у меня мышка будет работать. Я сейчас сделаю, вместо того, чтобы очень долго программировать у вас на глазах, я сейчас возьму, после того, как мой компьютер проснется, сделаю тестовый набор данных и возьму сейчас вот это вот все дело, вот так вот сделаю. И blend всегда знает, что я пытаюсь сделать, поэтому он создает такой вот темплейт данных. И вот теперь я возьму и запущу все это на нашей обычной локальной машине. Давайте, давайте, запускайтесь. Вот, обратите внимание, что теперь наш Windows 10 приложение, которое одновременно является, это, в общем-то, старый пример, старый набор данных, который всегда в Blende был. Если мы можем переходить, в общем-то, в таблетный режим, мы можем находиться в окне и, в общем-то, делать наши обычные стандартные вещи, можем работать с мышкой и так далее. И если мы посмотрим на структуру проекта, давайте переходим на Solution Explorer, в общем-то, мы видим, он выглядит абсолютно так же, как и в Visual Studio. Мы видим, что у нас ничего волшебного здесь нет. Самый обычный, единый проект. Но теперь я возьму и переключу мой таргет на Windows Phone. Я буду использовать эмулятор, естественно. Давайте попробуем переключиться на эмулятор. Абсолютно без изменений. Тот же самый проект запускается. Без изменений запускается у нас на телефоне. Естественно, с модификациями пользовательского интерфейса небольшими за счет того, что размер другой. Но, тем не менее, то же самое ядро, тот же самый уровень программных интерфейсов. Если мы сделаем один проект, и мы не будем делать ничего, он будет выглядеть, скорее всего, безобразно на всех платформах. Но он будет работать. Это то, что раньше было невозможно. Раньше вам все равно необходимо было ориентироваться на какой-то конкретный определенный таргет. Давайте переключимся обратно в слайды. Сейчас у нас экран опять помигает. И в связи с тем, что я только что сказал, что у нас проект будет работать везде, но он может выглядеть безобразно, а также в связи с тем, что я вам показал, что мы теперь можем ориентироваться на целый диапазон различных версий платформы, то означает это, что нам нужно научиться писать. В общем-то, мы всегда это делали, но сейчас особенно нам нужно писать то, что называется адаптивный код. Что такое адаптивный код? Это означает, что если, опять-таки, мы можем указать одну версию, минимальную core, версию платформы, и она гарантированно 100% будет всегда работать. Но если мы хотим использовать возможности новых версий программы, если мы хотим ориентироваться на разные ядра, если мы хотим ориентироваться на разные режимы работы пользователя, то нам нужно делать очень много адаптаций. Нам нужно делать адаптацию к версии операционной системы, нам нужно делать адаптацию к размерам экрана, типам устройств и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо это или плохо? Я думаю, это хорошо. Почему? Потому что теперь вместо того, чтобы обвинять вендора операционной системы, что мое приложение не работает у вас, вендор дает нам полностью все инструменты с гарантией, что если мы говорим одну цель, один таргет, то он будет гарантированно работать везде. Выглядит он ужасно, но он будет гарантированно работать везде. У нас не будет то, что называется binary fault. Но у нас есть возможность спросить у платформы, а где именно я сейчас нахожусь. И в зависимости от этого в рантайме, не во время компиляции, а в рантайме делать все умные решения. И давайте посмотрим, как это выглядело в Windows 8.1. Каждый раз вам нужно делать было, если вы уже даже находитесь на уровне Universal Windows Phone 8, вам нужно было делать 80% вашего ядра с разделяемым кодом. Потом вам нужно делать отдельный билд и отдельный подпроект в вашем solution для телефона и отдельный для десктопа, ну или таблет компьютера. И к чему это приводило? Можно теоретически попытаться сделать с помощью разной магии деплоймент на другую платформу, но вот это вот, что, как правило, всегда возникало, что не все программные интерфейсы, если мы, например, ориентируемся, используем какие-то интерфейсы с телефона, если мы пытаемся делать компиляцию, то есть у нас все депенденции сломаются, и мы не можем сделать непосредственно билд, потому что у нас этих программных интерфейсов просто не присутствует на этой платформе. И это все меняется. А как мы с этим боролись раньше? Раньше мы делали кучу ив-дефов, но это действительно единственный способ заниматься этим. Если мы хотим иметь единый проект, ориентируясь на мультипл платформы, то до Windows 10 это единственный путь было хоть каким-то образом делать интеллектуальные решения в едином проекте. Начиная с Universal Windows Platform ситуация полностью меняется. Как я уже сказал, гарантированный уровень программных интерфейсов. Это означает, что у нас никогда не будет… Мы всегда один и тот же билд, можем сделать дипломат на все любые платформы. А дальше происходят очень интересные вещи. Естественно, что если я хочу использовать специфику моего устройства, например, такого как HoloLens, где интерактивность совершенно другая. Или, например, я хочу использовать особенности телефона. Например, я знаю гарантированно, что на телефоне есть кнопка фотоаппаратная. Что мне делать в этом случае? Тогда начинаются очень интересные вещи. Во-первых, после того, как прожектор переключится, вы можете у себя дома писать, что мы ориентируемся на Windows Universal и указать диапазон. Или вы можете указать диапазон как платформ, так и версии платформы в одном и том же билде. И в рантайме на уровне кода вы можете принимать решение, что мне делать, в каком случае. Потому что если я начинаю использовать что-то от телефона, каким образом мне это определить? В этом случае, ведь платформа же гарантирована, универсальная платформа. В этом случае вводятся понятия такие, как extension SDKs. Extension SDKs – очень интересная такая вещь. Мы знаем, что на телефоне есть возможности, которых нет на десктопе. На планшете есть возможности, которых нет на десктопе. На десктопе есть возможности, которых нет на Xbox и так далее. То есть у нас множество разных вариантов. Естественно, что по оценкам Microsoft 86, я не знаю, почему 86, например, может почему не 85, но по их оценкам 86% случаев всех возможных девелопмент сценариев вы можете использовать универсальные программные интерфейсы. Но в оставшихся 14% вам необходимо делать что-то больше на этой платформе. Именно поэтому у нас происходит extension SDKs. Тут очень почти ничего не видно, я потом переключусь, покажу вам в среде, как это, в общем-то, все выглядит. Когда вы указываете ваши references в вашем Visual Studio Solution, вы можете отметить и увидеть список всех extension SDKs для mobile, для десктоп. Здесь в этом списке нет пока еще HoloLens и Xbox, но оно появится очень скоро. И что происходит? Давайте подумаем как бы с прошлого. Когда мы в прошлом этим делом занимались, мы указываем в нашем универсальном проекте библиотеку, которая ссылается на какую-то еще библиотеку, которая специфична для телефона. Если мы этот билд какой-нибудь магии попытаемся запустить на десктопе, что у нас происходит? У нас, в общем-то, билд просто даже не запустится, потому что это, в общем-то, binary fault. А магия, которую Windows 10 или Windows Universal платформа сейчас вносит, что extensions, они не ломают ваш билд. Если у вас ваш солюшен, ваш проект ссылается на какие-то расширения платформы, даже если эти расширения не присутствуют на вашей целевой платформе, то непосредственно ваш билд все равно запустится. И зависит только от вас, какие вы решения будете принимать внутри, в рантайме. Будете ли вы определять, что у нас происходит. Давайте быстренько попробуем переключиться. Как у нас extensions выглядят? Магическое переключение платформы. Да, пожалуйста. Это Visual Studio. Теперь не blend. Don't freak out. Обычный стандартный проект универсальный, который я только что создал. И обратите внимание, вот мои references. Давайте попробуем. Add reference. И теперь обратите внимание, это наши стандартные... Come on, come on, come on, come on. Исчезай. Бум. Это наши стандартные frameworks, assemblies, extensions, windows, universal, extensions. Обратите внимание. .NET Core, desktop extensions, IoT, Raspberry Pi. Это действительно так. Вы можете делать дипломент на Raspberry Pi. Mobile Extensions. Не хватает Xbox, HoloLens и всего остального, что появится в будущем. Но тем не менее, это у нас уже сейчас есть. Переключаемся. На PowerPoint. Ждем. Он переключился в самое начало. Отлично. Друзья, прошу прощения. Это не я. Это превью версия PowerPoint. Вот так вот лучше. Да. Это вот я только что показал. Соответственно, что представляет ваш build? Если у нас есть, грубо говоря, 4 версии платформы, ну, 3 версии платформы, и у нас везде на общем уровне Windows Core, затем мы используем на каждом уровне Universal Windows Platform, и вот эти вот маленькие зеленые точечки, это те extensions, которые мы используем. Соответственно, мы делаем модификацию каждый раз на нашу платформу. Но в общем, каждое ядро, несмотря на оптимизацию, оно представляет собой единое целое, которое может быть на любой платформе. На практике. Что мы можем делать, чтобы обратить, где мы? И вот теперь начинается самое замечательное. Обратите внимание, у нас теперь есть новая API Information, где у нас есть вот столько. Мы можем проверять все, что угодно в рантайме. Мы можем проверять, есть ли у нас контракт. Мы можем проверять, есть ли у нас какое-нибудь событие или метод. Мы можем проверять, есть ли у нас тип даже присутствует. Более того, потом я вам покажу, вы можете проверять даже версию текущего билда, который у нас присутствует. И в зависимости от этого вы можете делать вилку решений, и вы можете тестировать ваши capabilities во время рантайма. Например, нахожусь ли я на Windows Phone. Вы можете просто проверить, а есть ли у меня этот API. В зависимости от этого, в общем-то, регистрировать обработчик событий для нажатия на кнопку. Если этого не присутствует, ничего страшного. Вы просто эту вещь игнорируете, и у вас как бы сам непосредственно бил двоичное ваше ядро, оно не ломается. Еще раз, очень внимательно. API Information – это, в общем-то, то, что называется God's End. Вы можете теперь проверять все, что угодно. Какие расширения платформы вам необходимо использовать? Это, естественно, чисто ваше решение. И, в общем-то, через MSDN у вас будет открыта полностью возможность, в общем-то, сравнивать, что конкретно вам необходимо делать. Каким образом проверять контракт. Вы можете программный контракт проверять непосредственно из Visual Studio. И еще очень интересное, как я уже сказал, когда вы указываете целую категорию ваших, в общем-то, целевых версий программной платформы, что происходит? Сегодня я выпускаю свое приложение. Например, Windows 10 на уровне 10.069. Приложение на рынке. Microsoft делает один апдейт через неделю, где такая замечательная вещь начинает использоваться, где вы хотите срочно, немедленно использовать эту версию платформы. В обычном мире, если вы занимались разработкой до этого, что происходит? Если вы хотите поддерживать и старых пользователей, которые еще не сделали апдейт, и новых пользователей, которые уже сделали апдейт, какой у вас единственный способ? Делать два билда, делать две версии и помещать их в магазин. Вам теперь этого не нужно делать. Вы можете в рантайме проверить, какая версия у меня есть, и в зависимости от этого указать, что именно. И обратите внимание, если, например, я нахожусь на этом уровне программных интерфейсов, для моих супер-супер новых версий, замечательных пользователей, которые всегда обновляют мою платформу, то я буду делать это. Для всех остальных, кто еще не сделал апдейт, я буду там. И вы можете сохранять один единый билд в магазине, один единый билд для телефона, для десктопа, для таблета, для HoloLens и так далее, и так далее, и так далее. Все это можно делать в рантайме. Не нужно выдумывать некие рефлекшн, всякие трюки и так далее, и так далее. Продолжаем. Это все было на уровне кода. Но теперь начинается, естественно, такая вещь, как пользовательский интерфейс. Какие инструменты у нас теперь есть для пользовательского интерфейса. Диапазон экранов совершенно безумный. Какой, в общем-то, сейчас существует три вещи, каким образом мы можем адаптировать наш пользовательский интерфейс. Responsive UI, Adaptive UI и Scaling. По-большому, как бы, вам идеально нужно использовать все три подхода в любом приложении. Как это выглядит на практике? Сейчас посмотрим видео, если заиграет. Если не заиграет, то у меня они, в общем-то, отдельно есть. Такая очень... Давайте попробуем. Не заиграет. Поэтому я подготовил вот такую вещь. Просто я очень хочу показать это видео. Для этого нам опять придется сделать вот это вот. Да. Вот теперь обратите внимание, давайте посмотрим так вот. Вот это вот, это то, что называется Scaling. Это самый ужасный вариант, когда вы принимаете решение, что вы будете работать точно так же одинаково на всех экранах, только единственное, у вас полностью весь интерфейс. То есть тогда получается, что если вы на 80-дюймовом, например, Surface Hub работаете, и потом все это дело вы пытаетесь, как бы проскалировать до 3-дюймового экрана, естественно, результат будет такой. Вот это то, что называется Responsive UI, когда, в общем-то, у вас уменьшается постепенно количество информации. Это то, что, в общем-то, мы сейчас практически везде используем на мобильных веб-сайтах. А вот это то, что называется Adaptive UI, когда в зависимости от размера у вас, в общем-то, происходят разные вещи непосредственно на экране. И давайте это теперь остановим. Переключимся в наш PowerPoint обратно. А почему это важно? А это важно по очень простой причине. А самый простой вариант адаптивного пользовательского интерфейса, это когда, например, обратите внимание, на большом экране все компоненты присутствуют такие же, как и здесь. То есть у нас есть основной view, видео у нас есть как бы верхняя часть экрана, у нас есть нижние контроли, у нас есть другое видео. Но при адаптивном пользовательском интерфейсе вы делаете, в общем-то, что называется Relayout и одновременно изменяете размеры. Но как бы набор компонентов остается тот же самый. Следующий шаг. Вы можете сделать то, что называется как бы Tailored UI, когда вы гарантированно знаете, что у меня в данном приложении я могу использовать экстра пространство моего экрана, я могу в одном и том же приложении просто делать другой rebuild полностью пользовательского интерфейса в зависимости от того, где я нахожусь. В данном случае стандартный Windows 10 календарь приложения, который, как вы видите, выглядит совершенно по-разному. Очень много разработчиков, которые я знаю, мобильных разработчиков, они очень часто могут говорить, это не для меня, я ориентируюсь исключительно на мобильную платформу, то есть я буду всегда делать deployment на мобильное устройство. Все вот эти ваши большие экраны меня не касаются. Интересно, что Microsoft с помощью своих инноваций, если вы слышали, они сделали такую вещь под названием Continuum Mode. Это означает, что Windows 10 телефон может быть подключен к стадюймовому телевизору. И начиная с этого момента он будет выглядеть по-другому. У вас будет, естественно, как бы, если вы видели, игрались, что такое Continuum Mode, то есть у вас какая-то часть экрана будет оставаться, но вы можете запустить, например, офисное приложение на телефоне. И когда он подключен к стадюймовому экрану или просто к внешнему монитору, он будет выглядеть как десктопный офис. Это означает, что ваше мобильное приложение теперь, когда оно запускается на платформе, оно должно учитывать то, что оно может находиться на маленьком экране, на большом экране, на сверхгигантском экране. И вам необходимо делать, как бы, рекомендация оценивать размеры компонентов и как вам делать лейаут на уровне не пикселей, на уровне не размеров экрана, а на уровне потенциального расстояния между глазом и вашим экраном. Потому что, когда мы держим в руках мобильное устройство, мы на расстоянии, грубо говоря, 50 сантиметров находимся максимально. Если мы садимся перед телевизором, это может быть 1 метр, может быть 4. Или, например, в данном случае это может быть 20 метров или 15. И таким образом, когда у нас перемигнется экран, имеет смысл оценивать устройство не на уровне размеров экрана, когда вы делаете дизайн пользовательского интерфейса, а на уровне расстояния от глаз. И в данном случае имеет смысл иметь концепцию так называемых эффектив пиксел. То есть теперь рекомендуется с Windows 10 весь дизайн делать на основе эффектив пиксел, что означает, что если вот это, грубо говоря, Windows 8 подход, когда у нас размер точки меняется, то эффектив пиксел означает, что вне зависимости от экрана и расстояния от глаза у вас визуальный объект должен быть примерно одного размера. Соответственно, если у нас есть набор физических точек, то эффективный пиксель может быть совершенно другого размера. Поэтому имеет смысл помнить, что надо, начиная с универсальной платформы, очень внимательно относиться к этому вопросу и, в общем-то, игнорировать разрешение экрана, плотность экрана и делать полностью дизайн пользовательского интерфейса как программного, как, в общем-то, изначальный подход на уровне эффективных пикселей. И, соответственно, когда принимать решение, когда переключается в следующий режим? Это, в общем-то, то, что называется snap points. В зависимости от того, на каком экране вы делаете, в общем-то, ветку if, когда вы переключаетесь в другой режим. Но, опять-таки, вас никто не останавливает делать то, что называется multi-headed solution. Если вы хотите, вы можете использовать тот же самый подход в вашем solution, в Visual Studio, как вы использовали до этого, вы можете в одном решении иметь, в общем-то, вилку билдов для каждого экрана и не принимать решение о переключении на новый пользовательский интерфейс не в момент run-тайма, а, в общем-то, на уровне compile-тайма. По поводу adaptive tooling. То, что я вам говорил, что blend приобретает, в общем, достаточно важную роль, потому что с помощью Visual State Manager в Blende очень легко описывать. Вместо того, чтобы писать вот такой вот XAML, вы можете, в общем-то, визуально определить точки переключения и когда именно нам переключаться на какую часть XAML. Потому что у нас получается такая замечательная штука под названием adaptive triggers. Вы можете определить в XAML, руками, еще лучше в Blende, потому что это очень быстро, вы можете определить точки, что сейчас вот моя весь, грубо говоря, Visual Tree, и сейчас, когда у меня размер экрана столько, используйте эту часть, когда у меня размер экрана столько, используйте эту часть. Каким образом этот дип происходит? Есть специальный Visual State, и вы можете определять adaptive trigger. Вот это вот самая замечательная вещь с изобретением бутерброда. Минимальная ширина, которая без, если мы не считаем XAML кода, то, в общем-то, без программирования вы можете определить, что вот в этот стейт переходить, когда у меня размер экрана, например, такой. Можно ли это использовать на уровне C-Sharp кода или там другого кода? Конечно, можно. Вы можете все это абсолютно спокойно, доступно, программно. Вы можете определять на лету, какой у меня сейчас размер, и через Visual State Manager, в общем-то, ваш полностью solution переключать в новый стейт. Последняя короткая демонстрация. Опять с бленда. Сейчас мы опять переключимся на duplicate displays. Честное слово, это не моя вина, это оборудование. Вот у меня тут готовый пример. Обратите внимание, это один из примеров, я потом покажу, где все это можно скачать. В бленде есть такая замечательная загладка под названием states. Вы можете, естественно, переключиться в XAML, и обратите внимание, все то, что я кусочком показал, вы можете в любом триггере описывать, и какие параметры именно ваших компонентов менять в зависимости от триггера. Но все это можно делать, в общем-то, и так же визуально. Обратите внимание, у меня здесь определено несколько стейтов, и мы можем эти стейты использовать. Давайте я вам покажу, как все это дело работает, если оно у меня не поломалось, пока я тут переключался, на локальной машине. То есть, обратите внимание, у меня есть 0, 500, 800, 1000 точек. Как это реально выглядит? Вот, теперь смотрите, давайте пойдемте вот сюда. Один и тот же код. Да, один и тот же код. Нулевое программирование. Все сделано на уровне XAML. Две большие панели, текст. Начинаем потихонечку уменьшать, и у меня начинают срабатывать визуальные адаптивные триггеры. Уменьшилась эта панель. Пум. Первый snap point. Продолжаем дальше уменьшать. Второй snap point. Продолжаем дальше уменьшать. Мы вообще решаем, что мы находимся в портретном режиме, и как бы нет необходимости ориентацию ландшафтной. То же самое, если мы попробуем сейчас сделать диплоймент на наш телефон, то получим... А, извините, друзья, это я. не хочет делать диплоймент. Ну, хоть, по крайней мере, что-то у меня сломалась сегодняшняя презентация. Ну, в общем-то, суть понятна, что у нас будет происходить. Переключаемся на последние наши заключительные слайды. В заключение, что я хочу сказать еще раз, то, что когда вы собираете ваш пэкэдж для универсальной Windows-платформы и отправляете в универсальный магазин, что происходит на самом деле? На самом деле на Microsoft-серверах он будет перекомпилироваться в .NET Native. Это означает, что все те прелести, которые вы, в общем-то, вы на этой конференции и на предыдущих читали о том, что такое .NET Native, у вас будет доступно по умолчанию. И Microsoft обещает, что, в общем-то, у нас будет увеличиваться на 50% startup time, на столько-то процентов уменьшается использование памяти и так далее, и так далее. Но помните, что когда вы отправляете ваш пэкэдж в магазин, он будет перекомпилироваться в .NET Native и, в общем-то, получаться деплоймент на другие платформы. В заключении, где можно получить больше информации? Во-первых, как вы уже убедились, я использую Microsoft некоторые слайды, как MVP. Microsoft дает нам возможность использовать некоторые внутренние материалы и очень-очень подробно учебник на MVA, то есть Microsoft Virtual Academy, где вы можете смотреть, по-моему, там 15 или 16 часов записей подробной версии презентации, которую я сегодня сделал. Это первое. Второе, начиная с 8 по 12 июня, если вы зайдете на эту ссылку, список по всем странам, MVP будут делать еще более подробную презентацию с различными практическими примерами о Universal Windows Platform, то, что называется Windows 10 Developer Readiness Program, включая на русском языке, мои русские коллеги MVP будут делать, я только не единственное, проверьте дату и время, которое будет. Вот такая вот презентация. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое. У нас есть несколько минут. Пожалуйста, вопросы. Напоминаю, что все вопросы в микрофон. Поднимайте руку. Первый вопрос здесь. Через кресло лазить не надо. Да, спасибо. У меня вопрос такого характера. Я не совсем в тренде. Windows 10, она только в Дутнете общая на все платформы или она вообще общая? Это общее ядро. Вообще. То есть, ну, грубо говоря, в идеале, если у меня на телефоне Intel-овский процессор, я там могу запустить Far Manager. Если он сделан с помощью как Universal Windows Platform, да. Не, ну, если ядро общее, то получается, что я могу там что-то там подхачить и запустить... Теоретически, да. Запустить Windows 10. Ну, естественно, effort должен со стороны Far Manager происходить. Для того, чтобы его, в общем-то, на уровне программных интерфейсов сделать. А у меня вопрос такой. Вот эти вот замечательные универсальные приложения, они во что компилируются? В DLL-ку или в VIN-MD-шку? MSIL. То есть, вы отправляете в магазин MSIL. Формат файла какой? VIN-MD, точка DLL, не знаете? Нет, это package. MSIL. То есть, вы отправляете package в магазин. Вы непосредственно как бы... Проект это компилируется в DLL-ку или в VIN-MD-шку? В момент, когда вы делаете отладку на вашем локальном компьютере и, например, делаете deployment, то, естественно, это, в общем-то, в общем, APPX. Package. Когда вы отправляете в магазин, то происходит перекомпиляция в загадочный .NET Native, который будет потом происходить deployment через магазин. Понятно. Еще вопрос? Михаил, подскажите, пожалуйста, какова судьба заказных бизнес-приложений в Windows 10? В первую очередь, конечно, интересует модель распространения. Есть несколько вариантов. Например, бизнес, которым занимается моя компания. Мы создаем только приложения, как бы заказные приложения. В зависимости от того, опубликуем мы под своим собственным именем или публикуем мы под именем заказчика. То есть мы используем свои signing credentials и свои submission credentials или credentials нашего заказчика. Здесь, в общем-то, все чисто, никаких проблем не существует. если, скорее всего, вас интересует то, что называется side loading. Правильно? Давайте я поясню. То есть, допустим, есть компания, у которой есть, ну пусть три офиса. Минск, Киев, Санкт-Петербург. Соответственно, мы хотим централизованно обновлять наше приложение, давать его нашим сотрудникам. Ну и в идеале мы бы не хотели, чтобы кто-то еще видел это приложение и даже имел возможность его скачать. Это очень просто делается. Через Windows 10 вот Enterprise Deployment, то есть вы можете полностью, стопроцентно контролировать распространение ваших внутренних приложений в своей собственной корпоративной сети. Миной Windows Store, соответственно. Миной Windows Store, да. И при этом имея, например, преимущество ClickWants, которые есть. Естественно. Более того, что вы можете делать, вы можете через две модели пойти. Вы можете иметь то, что называется Enterprise Store. Даже сейчас куски полуработающие существуют. вы можете иметь Windows 10 Enterprise Store, который будет виден только для вашей корпорации и делать полностью сабмиссион через как бы Microsoft канал. Или же вы можете через administrative policy разрешить сайдлоадинг исключительно внутри вашей корпоративной сети. Я понял. Спасибо большое, Михаил. Я думаю, на этом мы закончим. Поблагодарим спикера еще раз. Спасибо. Спасибо.